Остаются два человека, получивших тяжелые травмы. Это крановщик и пятилетний мальчик. Обстоятельства ЧП выясняют следователи. Им предстоит установить компанию владельца крана и причину его падения. Возбуждено уголовное дело. Сенсационное заявление Всемирной организации здравоохранения. Колбаса и бекон, оказывается, могут вызвать онкологические заболевания. Всего 50 граммов переработанного мяса в день повышают риск рака кишечника на 20%. В списке опасных продуктов колбасы, сосиски и ветчина. Подробнее Александр Балицкий. Сколько ученых из Международного агентства по изучению рака стали теперь вегетарианцами? В докладе Всемирной организации здравоохранения не уточняется. Но результаты исследований 22 экспертов из 10 стран могут ударить по гастрономическим пристрастиям даже самых отъявленных мясоедов. И непереработанное красное мясо, свинина, говядина, баранина. И особенно мясопродукты из него, колбасы или сосиски, прямой путь на прием к онкологу, уверяет доктор Шрайф. Это было основано на реальных доказательствах того, что употребление переработанного мяса приводит к раку прямой кишки. Также существует риск рака поджелудочной железы. Все дело утверждают эксперты ВОЗ в содержащемся в красном мясе глифосате. Самый распространенный в мире гербицид, используемый вообще-то в борьбе с сорняками. И хотя всегда считалось, что это химическое вещество малотоксично, но вот лабораторные наблюдения все того же агентства по изучению рака. При получении определенной дозы глифосата у мышей и крыс появляются злокачественные опухоли. И все-таки российские любители колбасы, а одна только Москва ежегодно съедает больше 450 тысяч тонн колбасных изделий, могут вздохнуть с облегчением. Ведь в составе многих колбас доля именно мяса настолько ничтожна, что найти его порой не могут даже в серьезных лабораториях. Простейший экспресс-тест. Один из образцов знаменитой докторской темнеет на глазах. Не колбаса, чистый крахмал. Так что если от бутерброда с колбасой и есть шансы заболеть, то скорее это будут проблемы с желудком и от немясных компонентов. Гормоны, антибиотики, пестициды в составе кормов и другие компоненты меняют состав мяса, приводят к системе сбоя. Кстати, результаты исследования ВОЗ, по словам его авторов, должны заинтересовать не столько врачи, сколько правительство всех стран, которые потом и должны прописать своим гражданам нужную диету. Очевидно, не мясную, а потому более доступную. Александр Балиск, Вести.